В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В эти выходные Центральный парк отдыха города Видное после длительного перерыва возобновляет работу аттракционов. Ждали, конечно, очень рады, что открылись. Здорово, спасибо. В администрации Ленинского городского округа прошло очередное награждение волонтеров. Спасибо вам огромное человечеству, но это своей страны самое малое, что мы можем для вас сделать. Спасибо. В рубрике «Ведновчане об этом» мы поинтересовались у жителей нашего города, где они планируют провести свой отпуск. Мы в России, только в Краснодаре, в Голубицком, Анапе, Крым. Ничто не вечно под луной. И пандемия в том числе. Радостная новость для детей и взрослых. В эти выходные Центральный парк отдыха города Видное после длительного перерыва возобновляет работу аттракционов. Каким будет отдых в новых условиях, расскажет Юлия Погасьян. Пока в Центральном парке отдыха города Видное не людно, но уже завтра здесь появятся первые посетители, чтобы прокатиться на аттракционах. Сейчас ведутся последние подготовительные работы к открытию. Работу аттракционов в Московской области губернатор региона разрешил еще 15 июля. Но Видновскому детскому городку понадобилось время, чтобы привести территорию в надлежащий вид. Руководству парка пришлось заново аккредитовывать все аттракционы. Также здесь провели их техническое обслуживание, тщательно вымыли, обработали дезинфицирующими средствами. Единственное, что у нас, давайте не забывать, что у нас все-таки мера по COVID-19 тоже предусмотрена. По установлению губернатора Московской области, что у нас будут установлены дезинфицирующие средства. У нас желательно посетителям все-таки иногда на аттракционы садиться в масках. Да, мы будем им обрабатывать руки, мы будем обрабатывать аттракционы тоже средствами. Так что в этом плане тоже все в сети будут абсолютно спокойны. В парке 12 аттракционов для разных возрастов, начиная с трех лет, а также батутный городок. Самый популярный аттракцион у местных жителей – колесо обозрения. И оно неудивительно, ведь отсюда открывается великолепный вид на наш любимый город Видное. Ждали, конечно, очень рады, что открылись. Здорово, спасибо. Ребенок хотел постоянно. Рад, что открылись. Пойдем на колесе покатать. Да. Какой любимый аттракцион? Мой? Ну, паровозик. А ваш? Мой – колесо обозрения, конечно. Открытие с нетерпением ждут и сами сотрудники парка. Говорят, уже устали от изоляции и рады наконец увидеть посетителей. Наш парк отдыха наконец-то приглашает вас не только для прогулок по нашим замечательным красивым местам, но и для того, чтобы вы наконец-то смогли воспользоваться аттракционами. К сожалению, по постановлению мы пока не можем проводить массовые мероприятия, поэтому все наши задумки, к сожалению, реализованы не будут. И несмотря на то, что открываются аттракционы, все равно надо держать себя немножко в руках и продолжать соблюдать правила. Правила пользования аттракционами, правила социальной дистанции. Детский городок будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11 утра до 8 вечера. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Представители государственных ведомств уже неоднократно призывали выбирать российские курорты для отдыха на этот год. Правительство даже готово доплачивать туристам, которые проведут свой отпуск в России. Программа уже разработана, запуск ее планируется в августе. Отдохнуть и получить за это деньги звучит настолько заманчиво, что даже верится с трудом. И тем не менее, это правда, пусть и с множеством нюансов и оговорок. В рубрике «Видновчане об этом» мы поинтересовались у жителей нашего города, где они планируют провести свой отпуск. Наталья каждое лето проводит свой отпуск на российских курортах, поэтому проблемы с выбором места отдыха в этом году не было. С дочкой Татьяной в середине августа они отправятся в Сочи. Мы ездим в определенный пенсионат, нам там очень нравится под Сочи. И как бы все устраивает, и ценовая категория, и в общем-то хороший чистый пляж, свободный пляж всегда. Поэтому мы ездим туда каждый год. Галина планировала поездку в мае, но из-за пандемии ее пришлось перенести на сентябрь. Водный туризм – это по Волге, до Костромы обратно. Сейчас что-то для себя выбрала, мне очень нравится путешествие по рекам России. Это очень красиво и познавательно. Многие видновчане предпочитают отдыхать на территории России. Еще из-за того, что пока остерегаются выезжать за границу. А мы в России, только в Краснодаре, в Голубицком, Анапе, Крым. Больше никуда границы ни в коем случае. Мы ездим на машине сами. У нас там знакомые есть, познакомились, и мы туда ездим отдыхать каждое лето. Нет, не планирую. В этом году нет. Только из-за всяких ковидов я пока не планирую и не собираюсь именно в этом году. Также большинство опрошенных жителей нашего города выбирают отдых на даче или и вовсе хотят продолжать работать. На даче. Немного времени осталось для того, чтобы заработать денежки, а то мало ли еще что-нибудь позакрывают. Поэтому лучше пока поработать. О программе по компенсации за отдых, проведенной на территории России, многие слышали. Но мало кто на нее рассчитывает. Ну, вы знаете, как обычно, так сказать, мы вам много чего хорошего даем. Потом начинается вот это вот, как в банках пишут мелким шрифтом, и оказывается, что, в общем, это не получается. Отдых в России в условиях пандемии – это будет основной выбор для большинства наших соотечественников. Пока путешествовать по родным просторам намного проще, чем отправиться за границу. А возврат денег за путевки будет распространяться только на туры с 15 августа по 20 декабря. К сожалению, получить компенсацию за отдых на Черном море можно будет только лишь в межсезонье – с 1 октября по 20 декабря. Но это должен быть именно тур, а не авиабилеты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Евгений Садовский, Виднет-ТВ. В администрации Ленинского городского округа прошло очередное награждение волонтеров, проявивших активную гражданскую позицию во время пандемии коронавируса. Более 20 жителей муниципалитета, безвозмездно помогавших нуждающимся во время карантина, получили из рук главы округа Алексея Спаскова благодарственные письма. Подробнее в нашем следующем сюжете. В администрации Ленинского городского округа благодарственными письмами в очередной раз наградили волонтеров, которые в дни карантина и пандемии коронавируса безвозмездно помогали нуждающимся – пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам. Вот сейчас, когда лица уже светлые, когда мы можем немножко расслабиться, но окончательную ситуацию, конечно, не отпуская, мы можем честно сказать спасибо, можем взглянуть в глаза, и чтобы вот Родина, страна и наш, пусть или большой, небольшой, но городской округ узнал в полной мере, поздравил своих героев. Спасибо вам огромное человечеству, но это своей страны, это самое малое, что мы можем для вас сделать. Спасибо. Около 200 человек вошли в волонтерский корпус при общественной палате муниципалитета. В течение двух месяцев велась работа по нескольким направлениям – формирование и развоз гуманитарных наборов от губернатора, помощь медицинским учреждениям, доставка льготных лекарств нуждающимся, а также продуктовых наборов от подпринимательского сообщества. В среднем где-то порядка 60-70 адресов группа волонтеров медицинского направленности закрывала по развозу врачей и льготных препаратов, которые были положены. В продуктовых наборах у нас больше трех тысяч точно было сформировано самостоятельно и доставлено до адресатов совместно с поселениями. Еженедельно, наверное, порядка 250-300 было онлайн заявок исполнено. Среди волонтеров – люди самых разных возрастов и профессий. Спортсмены, депутаты, предприниматели, работники сферы образования и культуры. Я в каждом пожилом человеке видел своих родителей. Если надо было для этого продукты привезти, если надо для этого мусор отнести, если надо для этого лекарства привезти, по мере возможности, все, что просили люди, и до сих пор просят, и тоже, если есть возможность, если они не заняты, то стараюсь помогать. Включился в работу волонтерского корпуса и танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» Игоря Турукина. Преподаватели, танцоры и их родители развозили лекарства льготникам, а также помогали с продуктами пенсионерам, вынужденным соблюдать режим самоизоляции. Мы изначально начали возить врачей. То есть мы своими машинами, я на машине, сестра моя, какие-то родители ищут танцоров. Мы нашли спонсоров, опять одну из наших мам, и некую сумму посчитали и кормили обедами врачей. Сами волонтеры признаются, ничего геройского в их поступках нет. Прийти на помощь нуждающемуся в трудную минуту – естественное желание и долг каждого неравнодушного человека. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Винетово. Конкурс «Рыцарь года» – визитная карточка нашего муниципалитета. В нынешнем году состоялся 24-й конкурс, в котором за победу били и самые отважные творческие и умные юноши. В рубрике «Время назад» мы покажем сюжет 2005 года. Тогда тоже проходил конкурс рыцарей, которые уже давно стали взрослыми. Но наверняка помнят это событие как одно из самых главных в своей жизни. 2 марта в кинотеатре «Искра» проходил традиционный конкурс среди юношей Ленинского района «Рыцарь года» 2005. В борьбе за титул рыцаря встретились 5 учеников районных школ. В этом году конкурс был посвящен 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому ребята представляли себя в образах моряка, летчика, танкиста, пехотинца и пограничника. По условиям конкурса участники прошли три испытания. Самопрезентацию, на которой потенциальный рыцарь представлял род войск, участвовавший в Великой Отечественной войне, солдатскую песню и танец на привале. Город «Видное» на конкурсе представлял ученик 10-го класса школы номер 7 Савинов Семен, который по итогам соревнований и стал «Рыцарем года» 2005. Как поется в известной песне, девушки должны любить отважных летчиков и моряков. Однако жюри конкурса полюбило пехоту, к немалой радости как представителей 7-й школы, так и всех видновчан. Приятно, что рыцарский титул не покинул пределов родного города. Все участники конкурса получили от администрации Ленинского района почетные грамоты и ценные подарки. Вера Примаченко, Екатерина Чернышева, Юлия Кабанова, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.